К Шахбауму подъезжайте, ждите меня. Застать на месте Людмилу Сароваткину настоящая удача. Председатель Северского районного совета ветеранов в кабинете бывает редко. Но и сегодня, с утра пораньше, сразу на выезд. Доброе утро. Доброе утро. Анатолий Владимирович, значит у нас сегодня план такой. Едем в поселок Черноморский. Каждый четный день календаря, как праздник, в эти даты в райсовете ветеранов появляется автомобиль. Собственной машины у организации нет, поэтому транспортом по графику помогает местная администрация. За день на уже раритетной «Волге» могут накатать под 200 километров. К ветеранам и участникам Великой Отечественной войны ездить приходится и в самые отдаленные предгорные поселки. Мы бы каждый день проведывали, то есть если бы у меня была машина целыми днями, то я бы находила каждый день мы бы этих ветеранов проведывали. Потому что в этом есть необходимость, потому что каждый день, вот я сижу и каждый день, когда мне звонят, представьте, у меня сразу такая дрожь, в неврочное время если звонит, значит кто-то ушел из ветерана. Если в 2012 году в Северском районе в живых были 482 участника Великой Отечественной войны, то сегодня осталось всего 37. Каждый визит для них даже незнакомого человека – большое событие. Приезжают не только, чтобы поговорить. Если необходимо, ветеранов отвозят в больницы, помогают им по дому. Поэтому в данном случае автомобиль не роскошь, а жизненная необходимость. Председателю Услабинского районного совета Скоробогатова Владимиру Николаевичу. Ключи от новых автомобилей сегодня советом ветеранов вручил губернатор края. 58 машин своим ходом отправились во все районы Кубани. Хорошая машина. На роботе, я понимаю. Удобно будет ездить. Так как поездки у нас дальние, поэтому удобство хорошее. Кондиционер. Много ездить приходится и в школы. В ветеранской организации там частые гости. Живые уроки истории от ее непосредственных свидетелей – одни из самых любимых среди учеников. Сложно представить более достоверную информацию о событиях Великой Отечественной войны. На заседании Пленума Краевого Совета Ветеранов Вениамин Кондратьев особенно обратил внимание на связь поколений. Патриотическое воспитание, работа с молодежью, уроки мужества, уважаемые ветераны – это в том числе и ваша задача. Без вас мы никогда не сможем по-настоящему добиться результата в этой работе. Это наша молодежь. Наша с вами молодежь. Общая молодежь. Поэтому здесь я еще раз обращаюсь к главу муниципальных образований. Максимальное вовлечение ветеранских организаций в работу с молодежью. Максимальное вовлечение. Это ежедневная работа. Примером того, что современные мальчишки и девчонки неравнодушны к прошлому своей страны, стал проект «Письма с фронта». В четырех томах – записи и личные дневники участников Великой Отечественной войны, которые буквально погружают в те страшные и одновременно героические для нашего народа времена. Автор собрания Татьяна Василевская признается, информацию для последнего издания в основном собирали школьники. Были опубликованы не только письма, но и солдатские фронтовые фотографии, похоронки, наградные документы и дневники. Мы, честно говоря, не ожидали даже, что такое количество писем наследники, родные защитников смогли собрать, сберечь, сохранить. Пока молодые ребята охраняют память о своих предках, взрослые не должны забывать о ветеранах, которые живут сейчас. Вениамин Кондратьев просит глав районов и городов внимательно следить за их бытовыми условиями. Со следующего года в Краснодарском крае вводят новую выплату на ремонт и благоустройство жилья. Воспользоваться их смогут не только сами ветераны, а также вдовы и члены семей погибших участников Великой Отечественной войны. Это лишь самое малое, что можно сейчас для них сделать. Коллеги главы муниципальных образований, у нас еще есть время. Есть, давайте, пока они живы, всем миром, я уверен, даже никто не откажет, ни бизнес, да никто, сделать ремонт, подлатать забор, крышу. Уж точно в помощи ветеранов поддержат все. Сколько у нас этих ветеранов-то осталось? И вдов. Возглавьте просто эту работу. И я уверен, будут одни союзники и сторонники. Вот в этом деле точно будут одни сторонники. Потому что каждый, каждый, от простого до самого великого, всем и обязан. Этим людям. Этому поколению. Небольшой штрих в общую картину памяти. Мемориалы с вечным огнем. Места скорби и доблести, которые есть во всех станицах и городах, иногда вместо гордости навевают чувство забвения. Веремин Кондратьев попросил привести эти территории в порядок. Тем более, что следующий год в России объявлен годом памяти и славы. У нас некоторые мемориалы, липосты номер один, по-разному можно и говорить. Где горелки есть, а газ не горит. Ну как это? Я даже удивился. Разве такое может быть? Тут экономии быть не то, что по определению не может. Какая экономия? На памяти, придать это память, значит, придать их, ну, коллеги. Я думаю, что, Евгений Вячеславович, надо конкретно нам, мне точнее даже. Вот те муниципальные образования, те, может быть, даже и станица. Я даже допускаю отдаленные поселки, где горелки для вечного огня есть, а газ в них не горит. Это просто, ну, недопустимо. Недопустимо и игнорирование исторических фактов в отношении населенных пунктов, которые внесли свой вклад в общую победу в Великой Отечественной войне. Кубанским парламентом приняты многие важные нормативные акты и решения, так или иначе, касающиеся деятельности Краевого Совета Ветеранов. Среди них закон о почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края. И вы в курсе уже, что два населенных пункта – это город Крымск и Тимрюк – удостоены почетного звания город воинской доблести. Помощь ветеранам – это святая обязанность для каждого, кто живет сейчас под мирным небом, обратил внимание губернатор. Не так много в живых осталось свидетелей той Великой Победы, и так мало осталось времени, чтобы успеть сказать им еще раз огромное спасибо. Давайте просто-напросто делать все, чтобы те, кто эту победу, я уже сказал, на самом деле завоевал, ощущали благодарность потомков, благодарность, вот что, простую человеческую благодарность, друзья, не для галочки, не для того, чтобы статистику отчитаться и сказать, что вот, пожалуйста, мы там что-то делаем, да просто человеческую, сыновью благодарность перед этими людьми. Пока у нас еще есть возможность, пока они еще живы. Здоровье, пожалуй, самое дорогое, что можно сейчас пожелать ветеранам. Не случайно в нацпроектах забота о старшем поколении вынесена в отдельную программу. Пожилым людям, как и всем остальным, должна оказываться доступная и высокотехнологичная медицинская помощь. В следующем году на Кубани отремонтируют более 40 больниц и поликлиник. Появится свыше 60 новых офисов врачей общей практики, в первую очередь на селе, чтобы те, кто завоевал победу, знали, они сражались не напрасно.